Упалитет с населением менее 10 тысяч жителей. При этом базируются пять профессиональных ду в чемпионате мира в Бразилии. И вот атака правым флангом. Баррелла. Совершенно свободная зона перед ним. Подача в штрафную верхом. Опасный момент. 1-0 на второй минуте. Но это не Криштиану Роналду. Это центральный нападающий сборной Португалии. Уго Альмейда. Ричард Кио упускает Уго Альмейда. Уго Альмейда, конечно, всю свою жизнь славится отличной игрой головой. Он и в Германии таких голов назавевал очень много в своем. Четвертый футболист в сборной Ирландии. Удар. Штанга выручает сборную Ирландии. В этой ситуации очень хорошо пробил Криштиану Роналду. Чтобы обыграться своим партнером по мадридскому Реалу. Но обратной передачи не получил. Вот только сейчас. И как же здорово все-таки нашли они друг друга, эти парни. Опасный момент. 2-0. После рикошета. Да, Криштиану Роналду ушел на левый фланг. Концентрировано. Да, конечно же, Куэн Трау будет идти вперед всегда. Ну, по крайней мере, при ничейном счете. Или при отрицательном для Португалии результате. Неудачный, конечно, рикошет. Ничего тут не скажешь. Но атака португальцев была хороша. Просто в очень хорошем, быстром темпе. И Ричард Скио реагировал на этот прострел как мог. Ему нужно было на него как-то реагировать. Потому что в интернете появилась еще одна интересная история про молодого человека с доказательствами, с фотографиями. Который вроде бы как не является колдуном. И вроде бы как не из Ганы. Но он сфотографировался перед чемпионатом мира. Вот опасный момент. И третий гол. Кстати, Роналду в роли ассистента выступает. Гуго Альмейда делает дубль. На 37-й минуте счет становится крупным. Альмейда все-таки Криштиану Роналду это тоже человек, который головой играть очень здорово умеет. И когда только лишь Альмейда впереди защитникам попроще на одного внимания обращать. И когда Роналду уже надвигающимся, я бы даже сказал, чемпионатом мира оцениваются не очень высоко. Так, ирландцы один мяч отыграли на 52-й минуте. Первая, пожалуй, серьезная ошибка португальской обороны. Да, быстро разыгран штрафной. И Маклин имел очень много времени для того, чтобы убрать мяч под левую. Мерелиш ему помешать не сумел. Ну, в общем-то, это даже не ошибка. Видимо, арбитр не показал, что следует штрафной выполнять по свистку. Португальцы там стояли гульбой. Удар. Форд кулаками мяч отбивает в сторону. Ну, в угол Криштиана Роналду сейчас не попал. По-моему, шаг вправо. И пришлось ему потом в противоположную сторону уже прыгать и мяч отбивать. Да? И вот отличная диагональ налево на Нане. Тут очень техничный мяч обрабатывает. Входит в штрафную. Подача. Совершенно свободен игрок сборной Португалии. Со второй попытки это Виеринья. Десятый номер сборной Португалии отправляет четвертый мяч в ворота ирландцев. Тей команды, что контратаки просто предполагаются в такой ситуации. И вот, пожалуйста, Нане очень здорово мяч обработал. Очень технично и мягко набросил. Виеринья первым ударом попал в голкипера. На втором уже спокойно занес мяч фактически в сетку. Здесь уже никто Виеринья не мешал. Непонятно, кому тут апеллирует Ричард Кио. Он центральный защитник. Но он... И снова португальцы вот так вот начинают свою атаку. Ну вот, когда получается играть от обороны. В контратакующий футбол. Коэн Трау. 5-1. Португальцы чувствуют себя очень хорошо. Несколько футболистов, умеющих выполнять вот такие вот передачи. Скрывающие оборону соперника. Унани было очень много времени. И рывок Коэн Трау никто из ирландцев за ним не успел. Такой простой гол. Но тем не менее красивый. Одно касание Коэн Трау и мяч в дальнем углу. Унани вторая голевая передача. Ну еще одно такое заочное сравнение будущих соперников. В первом матче группового этапа чемпионата мира Германия выиграла. Субтитры создавал DimaTorz. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok